Всем привет, с вами Янгер и вы на моем канале. Сегодня мы снова отправились куда-то вглубь Москвы, на рынок, чтобы из ребят, которые привыкли одеваться задорого, модно, миллионы рублей тратить в сумме, мы их опустим на какой-то ниже чуть-чуть уровень и посмотрим, как они с этим справятся. И сегодня у нас в гостях суперкоманда, встречайте! САС! И Саннаш, который каждый день ходит на садовод. Яна! Всем привет! Это, кстати, если что, команда, запоминайте их. Против них сегодня будет играть семейная пара Маша и Роберт! Привет! А я вас двоих сразу, потому что вы вроде живете вместе. Ну, в принципе, экономия времени нормально. Все пойдет, да? Хорошо. Я знаю, вы привыкли дорого одеваться, у тебя вон дорогущие ботинки, у тебя очки есть. У нас, ну, вообще мы неплохие ребята. А вы вообще неплохие ребята! Я первый раз на садоводе, я не был на таком большом рынке, я знал, что здесь очень много всего, мне поэтому суперинтересно вообще, как здесь будет. Ну, я в студенческие годы закупалась на Ждановичах, кто из Беларуси, из Минска, тот шарит. Я серьезно отсюда закупался, чтобы ты понимал. Серьезно? Да, отсюда все, кроссы, штаны. Тогда тебе вообще будет просто. Кто из вас умеет торговаться? Я. Роберт, сто процентов. Я всегда торгуюсь. Я торгуюсь при любом удобном случае. То есть, условно, если это Макдональдс, я даже там могу поторговаться. Так, ребята, дойдите, нам опять машина сейчас собьет. Да, господи! Спасибо, до свидания, хорош. Приезжайте к нам еще. Смотрите, вы можете использовать все свои тактики. Из разряда предлагать рекламу, не знаю, там, чтобы вам сделали скидку. У вас просто сейчас будет ограниченный бюджет. Как думаете, сколько денег я вам дам? Пять тысяч. Пятьдесят тысяч рублей. Сколько? Пятьдесят. У вас будет по десять тысяч рублей на команду. Держи. А если сдача, то нам остается? То вернуть. Ну, сможешь одеться бесплатно? Вместе с пятька. Вы будете одеваться по какой-то тематике. Потому что я читаю ваши комментарии, вы там пишете. Есть такой мешочек, мешочек, в котором я уже написал несколько тематик, тоже исходя из комментариев подписчиков, которые писали. Вы выбираете какую-то одну тематику на всю, ну, на всех. То есть кто-то один из вас тянет. Кому вы доверите? Слышишь, я могу затянуть. Ну, давай, давай, пацаны. Он сейчас вытащит кей-поп стиль. Хоть бы стиль рэперы. Вау, мультфильм. Почему такая низкренее эмоция была? Бро, реально мультфильмы. У вас будет час, чтобы закупиться. По истечению часа мы собираемся здесь. Идем опрашивать десять рандомных людей, которые на вас не подписаны. И они отдают за вас голоса. Кто побеждает, ну, чья пара, та пара забирает сто тысяч рублей. И сейчас час шестнадцать минут. Поэтому час сейчас начинается. Надеюсь, вы готовы. Да. Ну да, вообще, я вас уже просто задерживаю. Короче, я отправил ребят, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как думаете, кто из ребят выиграет. Пока я это говорю, оператор из команды Стаса Яны снимает меня и задерживает. Зарядить надо. Вот так? Да. Так, как сам. Прям шелки. Еще один. А, ну, нормально, кстати. Нормально. Ребят, если вы хотите сказать, что вы вот так вот тратите свое ценное время, у вас всего часа лупит. Давай, давай, разбегаемся, ребят. Если честно, у меня немножко паничка в таких местах. Почему? Много людей не люблю, да. Они еще все типа что-то хотят. Я даже когда сюда шла, ко мне женщина пристала и предлагала, чтобы я купила фенечку. Чтобы я купила фенечку, я сказала, я не хочу, и она меня прокляла. Она сказала, быть проклят. Короче, нам нужно сначала решить вообще, какой мультик мы выбираем. У нас есть где-то три варианта. Первый это Шрек. Второй это Маша и Медведь. У нас часто в комментариях пишут, что типа мы как дуэт, как Маша и Медведь. И третий какой? А, суперсемейка, знаете, который в красных костюмах таких обтягивается. Ну, как будто Маша и Медведь прикольно. Давай найдем Машу и Медведя и поймем, что нам примерно искать вообще надо из одежды. Вот такая история. Что у них там получается? А мне, вот что мне ради Медведя сделать? Костюм Медведя. Костюм Медведя дорого. Блин, покупаешь, потеряешь поддержку, посмотришь. Это Маша и Медведь, когда бы только проснулась просто. Мы думаем, либо спанчбоб, либо... Лиги-бак и суперкот. А вы не подскажете, где у вас тут есть, может, костюмированные... Понятно, не имею. А детские пижамы какие-нибудь? Двадцать пято, двадцать шестьсот. Говорит, сними меня. А, да? В душе он просто блогер, понял? Так, нам сюда, двадцать пятое. А вы не подскажете, нам нужны какие-нибудь футболки с изображением мультфильмов? Спанчбоб? Мне кажется, вот это подойдет. А извините, а у вас нет чего-нибудь с изображением спанчбоба? Нет. Лайф ту сторону пойдем? Нет, мне нужен спанчбоб. Тут уже какая-то супер детская тема. Нам надо отсюда выбираться. О, смотри, там что-то с Человеком-пауком, может, туда надо идти? Давай. Почему она детская? Не, надо именно мультфильмы. Может, надо такого? Нет. Знаете, нам нужно вот... Да, типа такого, но наш размер. Типа со стороны или нет? Ну, они тут все как будто бы добрые. Че, вы знакомы? Нет. Знаешь, какой-то непонятный вайп, потому что от некоторых идет добрый, да? Да, от некоторых резвые. А от некоторых негативно такое. Они такие идут. Сейчас прикинем, а ребята в это время уже все собрали, полный лук у них готов. Мы ищем костюмированные. Есть где-то тут костюмы, типа медведя, что-нибудь такое? На 25-26-й день я посмотрю. 25-26-й. Надо побыстрее, пошустрее. Да-да-да. У нас в Ростове есть похожий рынок, называется Тимирник. Вот, и в детстве мы туда ездили. Так, теперь нам туда, получается, да? Куда он сказал? Какая линия нам нужна? Торговый комплекс. Не, нам вообще другое. Где костюмы, не знаете? Там типа медведя, что-нибудь такие костюмированные. Куда? Прямо и туда заходишь. Только прямо-прямо. Прямо до конца? До конца и ты заходишь. Удивительно то, что люди, в принципе, нормально на камеру реагируют. Ну, пока, по крайней мере, никто ничего. Плохого не сказал. Блин, ну я очень надеюсь, что мы сейчас сможем найти костюм. Потому что он сказал, что там только детский. Следовательно, ну... Натянем. Вряд ли оно натянется до меня. Луи Виттон. Гучи. Слушай, а в теории? Маша и Медведь с Гучи в теории. Ну, что-то какая-то очень сложная задача найти карнавальный костюм медведя. Смешные цены. О, платочки. Вот у нее как раз вот примерно вот такой какой-то платочек. Да, а это был семцов. Ну ладно. Да вон еще шарфы. Ну, может, платье сначала купить? Пойдем сначала платье. Давай, это законно. Женские. Я боюсь, что мы сейчас подберем тебе платье. Мы потратим бюджет на платочек. А кажется, что костюма медведя нет. Ну вот, поэтому я и говорю, сначала за ним пойти. Пойдем сначала платье. Давай, это законно. Если вдруг мы не найдем, мы резко переобуемся и станем Барби и Кеном. Ребята пока там бегают. У нас начался дождик, погодные условия что-то вообще не радуют. Но я хотел вам сказать, что сейчас буду снимать ролики, где буду звать подписчиков. И если ты хочешь принять участие, то скорее перебегай ко мне в телеграм-канал. Там будет вся информация. Ну, и в целом там весь эксклюзив со съемок. О, во-первых, есть джет-бок, если что? Извините, а сколько этот костюм стоит? Сколько? Две тысячи. Тысячи пятьсот и забираю прямо сейчас. Две тысячи? Это вообще... Глуб готов. Можем типа в принципе взять и пойти покушать. А женского что-то есть? А, пиратка. Мы сейчас к вам вернемся скорее всего. Сейчас мы посмотрим еще, что тут есть. Блин, надо было взять еще супер-кота. Тогда был бы вообще полный угар. Да? Подожди, а это вообще персонаж из какого мультика? Как? Сейчас найду. Вот же, ну ты чего, это же классика. Ты серьезно? Да. Так, сейчас все по фото найдем. А, так это же из Леди Баг. Да. Видела, какое классное приложение? Я в нем и слова перевожу. И для креатива идей ищу. Для креатива? Ну да, смотри. Алиса, давай придумаем топ-10 костюмов на Хэллоуин для следующего видео. Готова придумывать. Когда надоест, скажите, хватит. Костюм Франкенштейна. Костюм Дракулы. Видел сколько идей сразу? Блин, прикольно. Теперь я тоже такое хочу. Да, просто скачай Яндекс.Алиса, и что сложного. А не подскажете, есть здесь какие-то костюмированные ряды или что-то такое? Где можно там костюм медведя, что-нибудь такое найти. Это, наверное, вам скорее всего на улице надо найти. А, спасибо. А? Ну, как начинали. Я уже не такая радостная, как была в начале. Прикинь, если мы реально были там, и там были эти костюмы. На каком этапе наши ребята? Не знаю, мне кажется, они уже все купили. У вас есть Леди Баг на взрослого? На меня? А какие-нибудь мультфильмы на меня есть? Вы видели, сколько там этой Леди Баг лежит там? Вы его не снимаете, зачем? А у нас разрешение есть. А вот мои братья стоят. А вот тут можно примерить? Да, можно? Нет? Нельзя, нельзя, да? А как понять, налезет, не налезет? Удобный. Очень хороший. Очень. Он красивый, парень идет, очень хороший. И можно нам и Халка, и вот этот два? Три пятьсот, два костюма, потому что они под вас стоят, один костюм. Ну, как скидка маленькая. Договорились? Договорились, все. Спасибо вам большое. С новым уходом. С новым счастьем. С наступающим. Там еще была маска Халка, подожди. А Человека-паука есть? Человека-паука нет. А сколько стоит? Давайте, берем. Короче, на оставшиеся деньги пойдем покушаем. Конечно. Все, спасибо большое. До свидания. Спасибо. Если что, мы нарисуем. Сейчас ему вот так, Человека-паука на лице, да. Я отказываюсь. Ой. Продаются тут костюмы. Костюмов вообще никаких? Нет, вообще нигде на рынке. Уверены? Да. Короче, я придумала. Нам нужно купить тебе коричневый плед, знаешь, такой махровый. И скотчем обмотать тебя под форму медведя. И купить тебе просто уши медвежьи. Здравствуйте. А у вас есть медвежьи ушки? Здравствуйте. А у вас есть шапка, как под медведя? Да нет, надо мужскую, типа, как медведь. Поставьте лайк, пожалуйста. Оцените лук. Просто офигею. Сейчас ребята такие приходят все в карнавальных костюмах. Такие, да там вообще целый рынок нашли карнавальных костюмов. А у вас нет, случайно, какого-нибудь платья, типа такого? Лена, у них на фотографии Маши в дурацком сарафане, им такой сарафан нужен. Да нет, не наша Маша, а Маша... А вот такого цвета есть? Имя себе такой цвет нужен. Вот же оно. Можно его достать? Вы его прячете от нас, я понял. Почти идеально. Да идеально, а какой почти не. Ну, как будто... Спасибо. Слышно, как она говорит, дети не в себе. Привет. Привет, ты здесь работаешь. Сколько стоит? Четыре. О, а за три не получится? Хотите, мы вас прорекламируем в ваш магазин, мы популярные блогеры? Ни на что, нормально. Я раньше думал, что тут вообще цены, типа, больше двух тысяч, ни на что нет. Слушай, Котя, мне кажется, надо покупать у той женщины за две пиццы, и надо купить белую майку, рукава вовнутрь, а майка вот так. А, ты можешь подтянуть рукава. Мы снова к вам. Забираешь число две пиццы. А дешевле нельзя? За две не отдадите. Сюда висит, его море не есть. Не виси не есть. Пожалуйста. Все свободно, я забрал от мать, и что? До свидания. Ребятам осталось ровно 30 минут, и мне стало интересно, вот если бы кто-то из вас оказался здесь сейчас, и вам выпала стилистика мультфильма, с какого персонажа вы хотели бы перевоплотиться? Мне в голову сразу приходит, типа, Леди Баг, Супер Кот, Шрек, Мадагаскар. А ты пиши в комментариях, если что, я все читаю. Может быть, игрушки какие-то купить? Типа игрушку Человека-паука, либо портфель с изображением Человека-паука. Знаешь, что я могу сделать? Взять, допустим, какие-то чулочки и надеть, и типа, я якобы Человек-паук. Типа, как маска. А не будет ли это смотреться странно? Кринжово. Хотя можно взять красные чулки. Да-да-да-да, можно взять красный бюстгальтер. Просто, да, взять? Чего, что? Что такое? Красные чулки. Ну да. А кто здесь? Кто здесь? А тут кто-то есть? Никого нет? Берю, что хочу. Тут никого нет. Давай тогда просто заберем все, что вам нужно. Найк, берем. Да. Сейчас, получается, нужно прикупить маску, да? И какие-нибудь можем аксессуары купить. У нас еще денег море. Блин, зонты. А есть зонты, которые как сетка Человека-паука? Было бы круто. А скажите, у вас есть какие-нибудь зонтики с мультфильмами? Ребята, ребята. С холком тоже надо. Ну, если есть, то было бы вообще супер. Как думаете, сколько стоит, Лень? Не знаю. Да думаю, рублей 200. Давай сейчас прощим. О, вау. Берем. А сколько стоит? 300 и 100. Этому городу нужен новый герой. Было бы прикольно, если бы он умел стрелять. Отсюда. Блин, класс. Было бы, знаешь, что прикольно, если бы мы умели летать. 300 и берем сейчас. Прям сейчас. И уходим. Я в 50 рублей на чай спрашиваю, немного. 50 рублей можно? 50 рублей найти, пожалуйста. У меня нет. У нас нет. Да, ладно. Спасибо. Спасибо большое вам. А все-таки получилось торговаться? Получилось, получилось. А сколько стоит вот это у вас? 500. А есть дешевле что-то? За 1000 есть такое же? Тут по факту цены такие же, как и в торговом центре. О, во. Во, во, давай. Сколько стоит? 600 рублей. Можно за 400? На 500. Давай 500, ладно. На 500. Да давай, 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 друг. Ты просто войдешь в историю, как самый добрый человек в мире. Вот какие-нибудь тоже темно-коричневые варежки. О, вот эти, вот эти, да. Вот это 500 рублей, черзь, мам. А братский сень, а в 10 рублей. Вот нам. Ура, у нас что-то уже есть. Да, 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 идеально. Сколько стоит? 800. Блин, что так дорого все? Можно дешевле? Смотрите, я говорю, что я умею торговаться, мне никто не сбрасывает цены. Это как? За 500 можно, пожалуйста? Не, не, не. Ну почему? Это же рынок здесь. Я бы не могу. Мне так мама говорила, торгуйся. Добрые дела надо делать, понимаете? Сегодня ваш день, что делать доброе дело. 500 рублей, и все, и мы... А вот такие поменьше, да? О, сколько стоит? 300, да? 500. Да как 500, это же то же самое. Давайте платок. Платочек тоже есть. Быстрее! Да помешали. Можно вот такие? О, да, вот все. Сколько стоит? 300 рублей. Слушай. Можно вот так одеть? Ладно, давай еще сюда вернемся, погнали, быстрее, быстрее. Нам осталось по факту купить только белую майку мне с длинным рукавом, и Роберту нужно купить плед и обмотать его скотчем. Сколько стоит? Так, я стал 600 рублей. Бро, у нас тут задача такая... Нам надо в медведя его приватить. Мне нужно медведем сделать. И что, я буду просто вот так вот? Мне кажется, надо два маленьких, чтобы штаны сделать. Можно тогда вот этот большой? Сколько он? А можно за 500, пожалуйста? У нас очень ограничено. У нас бюджет ограничен просто. А скотчем тогда поделитесь с нами? А можно еще маленький плед все-таки? Нормально? Нормально. Да, Леш, пять минут побежали. Если что, я из тех блогеров, которые читают каждый ваш комментарий, и я видел вот это вот, что ваше возмущение, что неправильно, что у них один стиль, у других других. Среди 80-х и свадьбы, конечно, выберут свадьбу. Я все это прочитал, и поэтому в этом ролике у всех один стиль, один бюджет, одно время. Если у вас есть какие-то идеи, кого позвать в ролик, какие стили добавить, обязательно пишите, я каждый прочитаю. Холодно, холодно, ну ничего. Стал еще 6100. Давай разделим 3 на 3 и скажем то, что мы на 10к закупились. Можно быть в подарок Янгеру возьмем? Давай мы купим вот такие трусы в подарок. Он нам даст первое место за это. А можно вот такие нам трусы? Размер. Наверное. А, XL. Сколько стоит? По 200, по 200. 440. У меня есть что-то покупка. Ладно, давайте. Мне кажется, он тебя чутка обманул. Да, я уверена в этом. Он увидел деньги у меня в руках и такой, все. Это 50 размер? Да. А-а. Ебь. Огромный гусь. Ну, он почти моего размера, понял? Мы уже по приколу закупаем. 1200? Тысячу забираю прямо сейчас. Прям сейчас. Я там просто видел других гуся. Ну, ладно, тогда я ухожу. До свидания. А у вас есть чулки? Красные. Есть. 300 рублей. Удачи, родители. Азиатский человек-паук. Вы дождались. Что там, бля? Сколько гусь стоит самый огромный? 1200? Забираю прямо сейчас. Там я просто видел за 1200. Я купил огромного гуся. Это тебе подарок. Да. Крут. Я такой джентльмен. А прикинь, если настоящий гусь увидит этого гуся, что он почувствует? Вот какие-то белые. А сколько стоит? 1800. А за полторы можно будет? Почему никто не торгуется? За 1700 можно отдать. Вот эту давайте за 1500 и еще перейдется. Ладно, давайте. Спасибо. Деньги падают, если мне нравится. А сколько часы стоит? А что, ты хочешь быть модным? Ну да, модный медведь. А картье сколько стоит? И там. Давай картье возьмем. Ладно, давайте. У нас осталось 5 минут тем временем мы покупаем картье. Мы не будем ничего. Вас не будем вставлять тогда. Нет, просто вот так. Извините, пожалуйста. Все, забирайте, мы побежали тогда. Что, продавать не будете? Ну ладно. Погнали. Ладно, не будем время терять. Нам что-то дешевое надо. Одевайте. 1800. Полторы давайте тогда. Хорошо. Нет, тапки как-то это, так прикольно. Возьмите, отдаю. 1500. О, мы заждались. Спасибо. Час прошел, и ребята уже в костюмах. Честно, я вообще в афиге, потому что у нас сегодня какое-то противостояние Марвел и Союз мультфильма. И мне очень интересно, за кого будут отдавать голоса. Но прежде чем мы это узнаем, ребята, сложно было найти эти костюмы? Медведя вообще было нереально найти. Но это же не медведь, это просто вы купили этот... Плед. Это плед. Мы его разрезали и обматывали Роберта скотчем. Ну это вы интересно подошли, непростенько. Мы 40 минут пытались найти костюм медведя, и потом все остальное нашли, получается, за 20 минут. Человек-паук, на чем двигаешься? Долго искал свой костюм? Да нет, на самом деле, потому что мы сначала, типа, давай ты. Я плохо знаю столько слов. Мы просто сначала подошли к одному человечку, спросили, где могут быть костюмы, потом подошли к детским костюмам. Не налезли? Не налезли, нас отправили в павильон, где там взрослые костюмы. Там осталось два последних. И что за взрослые костюмы там были? Вот эти. 18+, получается, какие-то. И пиратка еще была. Ну мы просто купили, и дальше просто хуйню снимались, честно. Вы так по жизни занимаетесь. Кстати, да, они мне подарили трусы, бананы, что-то там. Да, забывайте. А, биг бананы, чтобы сразу знали, смотрите. Девочки свои сегодня покажи вечером обязательно. Свою биг банану. У нас сейчас следующий этап, это когда мы идем по рынку, у совершенно разных людей спрашиваем, за кого они дадут голос. Вы дарите счастье и доброту, как Маша и Медведь. Ну, а вы, если что, спасете этот рынок, если кто-то нападет. Вы же супергерои. Ну давайте вот спросим у людей, они стоят, они вообще не понимают, что к чему. Мы приехали сюда, у ребят был час, и им нужно было одеться в мультяшном стиле. У них ограничен бюджет, и вот костюмы, которые они подобрали. Как считаете, кто лучше справился? Кого проголосуете, тот может выиграть, ну типа денежный приз, неплохой такой. И вообще узнаете, про какие мультики мы одеемся? Кого узнали, кто это? Не знали. А мы кто? Ну, а нас-то вы знаете. А это? А, Дэдпул сказали ты. Вы просто ее знаете, она реально Маша. Хорошо, кому вы из них отдадите голос? Это? Маше Медведеву отдадите балл. Спасибо. Один голос общий получается. Мы просто не первый раз на садоводе, и я знаю, что здесь за простоту и за то, что им ближе, они всегда голосуют. Это типа Человек-паук настолько далеко, что когда он смотрел на Халку, он такой думает, это Дэдпул. За них. Реально, дайди. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. 1-1, два человека опросили. Стас, Человек-паук такой. Ему не дали пять. Мультяшных вселенных оделись, тут у нас есть Маша-медведь. Ой, туда-туда-туда-туда. Все, поняли, хорошо. А вас можно спросить? Нет, нельзя. Все, мы поняли. Ну мне Маша-медведь нравится, а вам? Да. Тоже? Хорошо. Если мы вам предложим подарок. Мы не продаемся. А, вот так, поняли? Ребята, ограниченный бюджет, ограниченный... А за кого? За кого вы голосуете-то? Посмотрите. За Зириновского, сказали, голосуют. И нужно отдать голос за кого-то. За кого вы отдадите? Я могу подарить вам трусы. Или гуся. Или гуся. Если вы скажете, чхалк. За кого-нибудь. Просто пальцем сыгнете. Ребята, сложно за вас выбивать голоса. Чей костюм больше нравится? Их пара или их? Их, конечно. Их? А почему? Потому что Маша-медведь. Все, мы поняли. 3-1. Ну, кто больше нравится? Да, да, да. Костюм. А если мы подарим вам гуся? А если мы подарим вам гуся? Все равно, все равно. Дари гуся, и все равно за них голос. Кто? Медведь? А если я гуся подарю, брат? Он тебе гуся подарит, и за него проголосуешь. И голос у нас. Он говорит, Маша, и медведь, давай гуся. Если... То лучше выглядите. Да, чей костюм тебе больше нравится. А твое голос зависит, они заберут, типа, денежный приз. Мы тебе гуся подарим, если ты за нас проголосуешь. Давай. Спасибо. Окей. Кто нравится? Она. Кто хотел? А костюм чей? Чей образ лучше? Есть Маша и Медведь, и есть Человек-паук и Халк. Но, наверное, вы выберете Машу-медведя, да? Ну, да. Ну, потому что вы смотрели мультик, да, наверное, этот? Да я мультики не смотрю, молодой человек. Никогда мультик не смотрю. Согласен, не отвлекаем вас. Они более такие современные. Ну, современные, главные, да. Ой, ну, это вообще. Это вообще. Ребят, если вам понравился этот ролик, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в комментариях, кого позвать в следующий ролик, чей костюм вам понравился, потому что я всегда читаю комментарии. Давайте наберем 30 тысяч лайков, и я позову опять этот состав, чтобы мы... Короче, мы придумаем, а вы что-то сделаем туда-сюда. Короче, ставьте лайки, всем спасибо за просмотр, а вам спасибо за участие. Спасибо. Что, погнали, переводи деньги? Спасибо. Иди, спасай мир. Я тоже. А вам что, в сказку тогда? Да, спасибо. Сегодня серия не снималась новая.